Добрый день, в эфире новости в студии Джанал Морзаду и Шенбекова. Добрый день, в эфире новости в студии Джанал Морзаду и Шенбекова. Микроавтобус столкнулся с автомобилем Volkswagen, водитель которого скончался на месте. Пострадали семь человек. В микроавтобусе находились педагоги и школьники каракольских школ, которые возвращались домой из Бишкека. Обстоятельства ДТП сейчас изучает милиция. Накануне в Баткенской области сошел очередной оползень. По данным МЧС, объем грязевой массы составил примерно 10 тысяч кубических метров. К счастью, никто не пострадал. Оползень перекрыл дорогу из Фанаси Люкта. Пока дорожники проводят очистительные работы, для автомобилистов открыт объезд. Тем временем, днем ранее, уже в селе Джангакты Узгенского района, еще один сошедший оползень едва не накрыл дома жителей. А в селе Ничкесай пострадали два дома. Их хозяева заблаговременно были эвакуированы. В этом же селе, напомним, две недели назад в результате стихии погибло шесть человек. Все они были членами одной семьи. Темир Джумакадыров отчитался перед президентом об итогах 12-й встречи секретарей совбезов стран ШОС. Она проходила на прошлой неделе в Астане. Как отметил Джумакадыров, стороны подчеркнули приверженность к усилению совместной борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом. Президент Алмазбек Атамбаев отметил необходимость активизации всего комплекса мер по обеспечению национальной безопасности, а также важность усиления взаимодействия с основными зарубежными партнерами для эффективного выполнения задач по противодействию новым вызовам и угрозам. Увольнять врачей, помогающих частным клиникам в поисках пациентов. С таким предложением на последнем заседании парламента выступил депутат Дастан Бекешев. Народный избранник подчеркнул, что под предлогом того, что в частных клиниках более совершенное оборудование, медики нередко направляют туда больных. Особенно это касается главврачей, имеющих зачастую собственные лечебницы. Наблюдатели говорят, по их подсчетам сегодня примерно 50% практикующих врачей так или иначе связаны с частными больницами. Чтобы устранить конфликт интересов, эксперты наблюдательного совета сейчас разрабатывают новое положение по трудоустройству медиков. Игорь Потанин продолжит тему. За направление пациентов в частные клиники – увольнение. Такие меры предлагают депутаты Джигурху Кенеша. На сегодняшний день такие факты стали происходить все чаще. Официальная причина – участников лучшее оборудование, а следовательно и качество диагностики. На деле же главврачи клиник просто зарабатывают на пациентах. Такие направления чаще всего врачи дают в собственные лечебницы. Некоторые главврачи открыли частные клиники. Они отправляют пациентов в свои учреждения. Говорят, что там все современное. А в государственных якобы такого никогда не будет. Это неправильно. Таких врачей надо увольнять. Госбольницы должны возглавлять менеджеры. Известный хирург Эрнст Акрамов от оценок депутатских предложений воздержался. Однако увольнение выходом из ситуации не считает. На сегодняшний день направление в частные клиники дают не только главные врачи, но и рядовые медики. В обмен на эту услугу частные больницы предлагают медработникам довольно хорошее вознаграждение. Не каждый врач способен отказаться от случайных денег. Частные договариваются с главным врачом, допустим. Если каждый больного, которого направляете, 10% или 15% от полученной суммы, они отдают главному врачу. Поэтому он заинтересован. Ну вот то же самое, допустим, вот УЗИ, да, УЗИ, то же самое, значит, они договариваются, значит, УЗИ смотрят, направляют туда. И он 10-20% получает от того, сколько он направился туда. Вот и суть заключается. Все связано с деньгами же, вот это больше ничего. Это надо забыть это слово Гиппократ, мне кажется. Сейчас самое клятвое к деньгам, а не к Гиппократу. В наблюдательном совете при Министерстве здравоохранения говорят, конфликт интересов в секторе медицины сегодня имеет угрожающие масштабы. По некоторым данным, около 50% медработников так или иначе связаны с частными клиниками. И процент главврачей и их заместителей в этом списке действительно велик. Правда, в основном это касается столицы и города Ож. Чтобы ликвидировать эти схемы, ОНС намерен внедрить новые принципы трудоустройства руководителей клиник. Некоторые руководители имеют собственные клиники и, соответственно, перенаправляют туда своих пациентов. Нужно ввести обязательные критерии для должностных лиц, чтобы они, во-первых, нигде не работали, кроме основного места работы. Во-вторых, чтобы они не имели конфликта интересов, то есть родственников и так далее, которые работали бы в частной клинике и куда бы они перенаправляли. Каких-то законодательных норм для этого не потребуется, говорят эксперты. Ограничить сотрудничество государственных врачей и частных клиник можно одним приказом министра. Теперь главное, говорят в ОНС, чтобы инициативу поддержал Таланбек Батаралиев. Глава ведомства обещал провести серьезные реформы в секторе здравоохранения. О наболевшем и грустном через искусство импровизации накануне в Бишкеке состоялся финальный этап республиканского айтыша – песенного состязания акынов-импровизаторов, которые на ходу сочиняют свои выступления под аккомпанемент Комуза. Финал популярного в стране айтыша в этот раз был посвящен памяти погибших за пределами страны соотечественников. Соответственно, колки и остроумные шутки акынов в парировании аргументов соперника были не к месту. И тем не менее, эстетического удовольствия от увиденного и услышанного зрители получили большое количество. Айбек Айтбаев продолжит тему. Основная тема, прошедшего накануне финального этапа республиканского айтыша – это проблемы миграции. Конкурс импровизаторов был посвящен памяти соотечественников погибших за пределами страны со времени обретения страной независимости. За 4 месяца 700 груз, 200 только с России пришло. Ежедневно 2 груза приходят. Мы не должны забывать этих мигрантов, потому что основную тяжесть поднятия экономики – это мигранты, а в основном – женщины. По словам Анарбека Усубаева, за четверть века в поисках лучшей жизни в разных странах мира погибли тысячи наших соотечественников. Один из них – его сын Унаис Анарбек Улу. Унаис, по словам его отца, окончил Кембриджский университет в Британии. Молодой ученый исследовал глобальные проблемы пресной воды и пути их решения. В возрасте 26 лет он был убит во время командировки в далеком государстве Перу, где реализовывал проект технологии дешевой чистой воды. Тем самым Унаис препятствовал интересам крупных корпораций, контролирующих водные ресурсы, рассказывает его отец. По его словам, именно они виноваты смерти его сына. ПЕСНЯ 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 И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.